Всем привет! Меня зовут Костя Михайлов, это онлайн-школа английского языка English. 2020 год уже стартовал, и каждый из нас стремится к различным горизонтам. Кто-то хочет сменить профессию, кто-то найти более высокооплачиваемую работу или так называемую работу мечты. И если вы понимаете, что изменения — это то, что необходимо вам в жизни, то сейчас мы расскажем о пяти онлайн-крутых профессиях, которые будут приносить большой доход в 2020 году. Если вы знаете английский язык, то вы способны зарабатывать в два, то и в три раза больше денег. Если вы только хотите выучить английский язык, то запишитесь на онлайн-вводное занятие по английскому языку в English. Ссылка находится в описании под этим видео. Это быстро, это интересно и всего лишь 15 минут в день, то есть продуктивно. При записи сейчас спецкурс-подарок. На дворе 2020 год, и хочется больше свободы, а не сидеть в офисе и какие-то обязанности исполнять. Вообще лучше всего уехать куда-нибудь на Бали и там же заниматься удаленной работой. И одной из самых востребованных профессий в интернете является веб-дизайнер. Все переходит в онлайн, и поэтому нужно, чтобы там все было красиво оформлено. Соответственно, нужны люди, которые знают, как оформить все это дело красиво, как быстрее и эффективнее понять заказчика, его идеи и реализовать это. Конечно, чувство прекрасного в вас должно быть, если его нет, то просто нужно его развивать. Один из начальных этапов — просто посмотреть, как делают другие, для того, чтобы понимать, как и что существует, что работает, а что нет, и на основе всего этого уже определяться со своим почерком, то есть создавать себя и свой стиль. В числе ваших задач. Первое — дизайн макетов. Второе — учет пользовательского опыта при разработке дизайна. Третье — создание собственной графики в специальных программах, таких как Figma, After Effects, Sketch, Adobe Photoshop и многих других. Нужно понимать, что дизайн — это конечный продукт вашего намерения сделать сайт наиболее эффективным, классным, продуктивным и красивым. Хотя и говорят, что творчество и оформление уже отходят на второй план, но все же дизайн — это тоже большое искусство. Хотя под этим сейчас подразумевается не то, насколько круто сайт выглядит, а то, насколько пользователям удобно находить то, зачем они на него пришли. И поскольку дизайн помогает пользователям легко достичь своей цели, отсюда возникают две новых аббревиатуры — UI и UX. UI — то есть User Interface, а UX означает User Experience. И поэтому, если в вакансиях вы встретите такие аббревиатуры, вы уже точно знаете, что имеется в виду. Профессия номер два — веб-разработчик. Сегодня нет четко прописанных правил, кого называть разработчиком, а кого программистом. Нам с детства говорили, что код — это очень сложно, но, безусловно, это будет так, если у вас не будет необходимых знаний. В зависимости от того, чем вы будете заниматься, выберите хотя бы начальные стадии основ языков программирования — JavaScript, PHP или это будет что-то другое — вам решать, но начните хотя бы с этого. Поскольку вы мастер, то у вас в руках и в вашей голове находится ваша мастерская. Она включает в себя работу поверстки веб-страниц, работу на фронт-энд и бэк-энд веб-сервисов и многое другое. Не пугайтесь такому большому количеству, возможно, странных слов, пускай они лучше дополнят ваш лексикон, чтобы работа была проще и легче. Если у вас прежде был опыт работы с кодом, или вы всегда хотели себя попробовать в IT, то это прекрасный старт, можно начать со основ и продолжить работу. Третья удаленная профессия из нашего списка — это маркетолог. Любое дело требует вашей вовлеченности, контроля и заботы, но хороший продукт не будет продаваться без крутой рекламы, и именно маркетолог определяет то, как будет выглядеть ваш бренд. Это довольно творческая работа по своей сути, и поэтому, если вы всегда чувствовали в себе вот эту творческую, креативную жилку, то тогда эта работа специально для вас. Он исследует рынок и конкурентов, занимается аналитикой, занимается также подсчетом финансов и прочего, и прочего. Думает о том, как удержать старых клиентов и привлечь в новых. В общем, обязанностей у маркетолога довольно много. Но если вам кажется, что эти профессии довольно сложные для вас, то всегда можно начать с помощника в любой из этих профессий. Итак, подытожим. Этот вариант действительно для вас, если вы хотите много зарабатывать и заниматься продажами. Но здесь же важно помнить, что на это все нужно большое количество времени, и поэтому, если вы готовы не видеть месяцами кота, то эта профессия для вас. Ну а из плюсов, конечно, это возможность научиться чему-то новому, нахвататься новых знаний из смежных, даже других профессий, ну и, безусловно, развивать себя. Готовы попробовать? В Университете удаленных профессий Алекса Рубанова вы можете изучить любую из этих профессий, уделяя всего 15 минут в день. Думаете, что онлайн-курсы — это не для вас? Есть три причины, почему мы не заканчиваем онлайн-курсы. Первая — нет живого контакта. Вторая — нет мотивации. Третья — занимает слишком много времени. Но мы все это решили, поэтому вы гарантированно дойдете до конца. Эксперт будет проверять ваши практические задания, куратор мотивировать, а видеоуроки и задания в общей сложности не займут более 15 минут. Мы взяли все лучшее из опыта обучения в English. А это самая рекомендуемая школа в России и СНГ. Просто почитайте отзывы. Пройди тест, чтобы узнать, что тебе больше всего подходит, и получи скидку 40%, а также спецкурс по английскому в подарок. Профессия номер 4. Блогер. Блогеров, безусловно, много, и поэтому важно знать, как делать правильный и качественный контент, и как его продвигать. Без контента невозможно сделать блок, на котором можно зарабатывать. Но и на контенте одном далеко не уедешь, поэтому нужно знать, как правильно подавать себя. И есть еще один немаловажный фактор. Нужно иметь большое-большое терпение и уметь правильно вкладываться в рекламу. Для того, чтобы быть блогером, нужна только камера телефона и подключение к интернету. Ну а для того, чтобы быть крутым блогером, нужен, безусловно, интеллект. Чем вы можете быть полезными? Делитесь с нами вашими мнениями и мыслями в комментариях под этим видео. Здесь важно понимать, что в интернете очень много мусора. А что делают грамотные люди с мусором? Правильно его утилизируют. Поэтому, чтобы не оказаться в этой кучке, нужно понимать, как сделать так, чтобы твой контент отличался от других. Если ты не хочешь, чтобы твой контент уже был похож на то, как делают другие, нужно просто понимать, как сделать его лучше. И как говорил один известный ленинградский писатель Сергей Довлатов, не нужно быть как все, потому что мы и есть как все. Хорошая мотивация. Согласитесь, когда все умеют одно и то же, то все становится одинаковым. А если кто-то вдруг отличается, то разве это не может не стать незаметным? Один из самых распространенных глаголов в русском языке – это глагол «выживать». И в интернете выживают те, кто умеют правильно делать свою рекламу и зарабатывать на своем блоге. Ну и плюс не забывайте о своем собственном почерке, стиле, интонации. Даже на лексикон стоит обратить внимание, потому что как раз это все и делает ваш образ. Чем трендовее и стильнее будет твой контент, тем увлекательней, а главное уникальней будет твой материал. А от этого выигрывают уже все. И здесь интеллект всему глава. Даже мат уже не так бросается в глаза, как его отсутствие. По-моему, это неплохой тренд. И, наконец, профессия номер пять – удаленный помощник. По сути своей, эта работа включает в себя всю удаленную работу, которую может предложить интернет. Начиная от таких вакансий типа удаленный помощник, секретарь, бизнес-ассистент и заканчивая такими, как удаленный помощник-диктор. То есть вдруг кому-нибудь нужно будет озвучить рекламный ролик или какое-нибудь рекламное видео, и тогда заказчик может очень просто найти именно вас. Разные вакансии предполагают разную оплату труда. Но поскольку вы работаете удаленно, то нет необходимости появляться в офисе каждый день, нет необходимости разговаривать с начальством каждый день. И поэтому вы можете работать с несколькими заказчиками. Поэтому, если вы хотите работать удаленно, брать на себя часть обязанностей и подготавливать различные проекты, то эта работа для вас. Если хоть одна профессия из нашего списка вас заинтересовала, то проходите по ссылке и записывайтесь на новый проект от Алекса Рубанова. Университет удаленных профессий ждет вас на бесплатную консультацию. Те, кто успеют записаться по ссылке ниже, получат бесплатный первый модуль курса по любой профессии. Но другое дело, что по-настоящему включает в себя удаленная работа. Это самодисциплина. И вот это, пожалуй, главный минус, который называют многие люди. Потому что без самодисциплины не получится ни высокого заработка, ни красивой работы, ничего. Ну и из самодисциплины вытекает ряд других минусов. Например, стрессы различного рода и, безусловно, высокая ответственность. И, как известно, если не будет самодисциплины, то не будет и карьерного роста. Ну и возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале этого видео, перемены – это всегда здорово. Главное – их не бояться. Нужно просто откинуть негативные мысли, страхи, сомнения и, наконец, поверить в себя. И, по большому счету, это очень нетрудно сделать. Главное – только захотеть. И, как мне когда-то давно говорили, было бы желание. И это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Нам будет приятно вас читать. Stay cool, take care, see you next time. Субтитры создавал DimaTorzok